На Новосибирской ТЭЦ-5 завершают ремонт электрофильтров, который проходит раз в пять лет. В работах задействовано 10 энергетиков. Они занимаются очисткой электродов, спуском золы, а также ремонтом систем осадительных и коронирующих электродов и молотков, которые помогают стряхивать золу в специальный бункер. Также специалисты заменят на фильтрах приводы. Вместо мотор-редукторов червячного типа установят планетарного типа. Все эти работы позволят сохранить эффективность электрофильтров на нормативном уровне. На Минусинской ТЭЦ начался ремонт энергоблока. В планах капитальный ремонт турбоагрегата номер один и генератора, а также ремонт котлоагрегата. Самым сложным этапом станет замена регулирующей ступени ротора высокого давления. В целом ремонт продлится 91 день. Электрическая нагрузка, которую обычно несет станция, будет распределена по другим предприятиям. Сразу после гидравлических испытаний в работу будут введены котлы среднего давления, поэтому жители Минусинска не останутся без горячей воды. На том Усинской ГРЭС продолжается модернизация котлоагрегата номер 12 корпусов А и Б. Что касается модернизации котлоагрегата 12А-12Б, то там выполнен ремонт каркаса котла, заменены сгоревшие деформированные балки на новые, установлены практически все поверхности нагрева. Это около 600 тонн. Специалисты сейчас производят обварку сварных соединений. Плюс выполнен монтаж около 500 погонных метров трубопроводов. Ведется монтаж плоскопакельных горелок и пылепитателей. Подготавливаются работы под обмуровку котла и ее теплоизоляции. В модернизации котлоагрегата номер 12 заняты более 160 специалистов, монтажники и инженерно-технический персонал. На Приморской ГРЭС закончен ремонт внутренних и полная замена наружных газоходов энергоблока номер 4 мощностью 96 мегаватт. Из листового металла энергетики сначала изготовили 26-метровых элементов. Затем каждый по отдельности подняли на высоту более 10 метров, где сварили все в единую конструкцию. На изготовление новых газоходов израсходовано 92 тонны металла. Сейчас завершается их антикоррозийная обработка и нанесение тепловой изоляции. Работы выполняют генподрядчик Сибирьэнергомонтаж и компания Алькат. Новые газоходы позволят исключить пропуск дымовых газов и выводить их в атмосферу, как положено, через дымовую трубу. Продолжается модернизация на Красноярской ТЭЦ-1. На электростанции идет монтаж новых котлов номер 15 и 16. У первого из них уже видны очертания, собраны каркас и топочные экраны. А для котла номер 16 сейчас готовы фундамент и каркас. СГК планирует ввести в работу два новых котла-агрегата с повышенным КПД до конца 2023 года. На площадке одновременно работают более 100 человек. Ход работ на ТЭЦ-1 курирует изготовитель котлов – Подольский машиностроительный завод. Параллельно специалисты продолжают монтаж четырех электрофильтров. Их введут в работу до конца года. На ТЭЦ-1 уже работают пять новых фильтров с эффективностью в 99%. До конца 2024 года выбросы станции будут очищать 14 таких устройств. СГК отчиталось перед жителями городов о прошедшем отопительном сезоне. Для нас очень важно получить обратную связь, чтобы в дальнейшем постараться улучшить нашу работу. Прямой диалог с жителями необходим для развития инфраструктуры и повышения качества услуг. Руководители компании доложили, чем занимались зимой и на что были израсходованы деньги, которые жители платят за ресурсы. СГК какие принимает меры? Что делает для того, чтобы, соответственно, я как обыватель не хочу платить за отопление окружающей среды? Кроме итогов осенне-зимнего периода, в отчете есть детальная информация о гидравлических испытаниях и сроках отключения горячей воды, а также о летних ремонтах на тепловых сетях. Посмотреть отчет можно на сайте sibgenko.online в разделе «Отчеты перед потребителями». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok